Ну я, короче, думаю, что это может быть... А если ошибусь, что будет? Ничего не будет. Ничего не будет? Да, будет только зашибись. Зашибись? Да. 18-як. Ну давай, короче, наугад я бахну. Какие самые такие неприятные пассажиры попадались на этом производстве? Москвичи. Буду поближе к вам держаться, чтобы мы были в кадре. Хорошо. Меня зовут Евгений. Михаил, очень приятно. У вас классная борода, Михаил. Вы молодо выглядите, наверное, вам 24 года. Побольше, побольше. 28. Очень точно. 47 лет. 28 лет, отлично. Я у вас опыт огромный. У меня? Да. Узнавание годов? Да. Не знаю. Поэтому вы и ведущий, мне кажется. Полюбас. Это я, ведущий Евгений Ширяев, и это моя передача «Допрос за бабос». Передача, в которой я задаю прохожим. Мы же прохожие, Михаил. Абсолютно верно. Простые вопросы. Очень простые вопросы. Ответя на 5 простых вопросов, Михаил получит 1000 рублей. Естественно, ответя правильно. Вот это правильно. А если ответя неправильно, то все равно какие-то монеты есть в кармане. Как говорится, хотя бы за участие. Да? Благодарю. Итак, мы начинаем допрос за бабос. О, пока немножко о себе. Что сказать? Меня остановил Евгений. Я очень рад, потому что я в кадре. Ну, я инженер, вот и все. По жизни инженер, вот и все. Можно на «ты»? Да. Где инженеришь? Я механик-инженер. Я в компании частной просто. Подрабатываем так. Ну, понятно, дело. Поехали, первый вопрос. Погнали. В шкуру какого животного носил Геракл? Я точно не вспомню, но я предположу лев. Это правильный ответ. Благодарю вас. Без единой подсказки Михаил отвечает на первый вопрос. Вопрос номер ту. Как называется число, которое делится на два? Четыре. Четыре. Четыре? Ну. Ну, делится на два. Ну, четыре, это что такое? Ну, это четное число. Это правильно! Я просто сомневался. Да нет, что сомневаться? В этой передаче не надо сомневаться. Моя задача, чтобы ты выиграл. Я не хочу, чтобы ты проиграл. Понимаешь? Нам это необходимо. А Евгений хорош. Хорош. Михаил, вы материтесь? В редких случаях. А я матерюсь. 5 октября я буду выступать, показывать юмор со сцены. Будет мой почти сонный концерт. Хорошо, Евгений. В описании будет ссылка, вы можете прийти и посмотреть. 5 октября, город Санкт-Петербург. Тут недалеко, кстати. Я думаю, Евгения нужно поддержать обязательно. Подтягивайтесь. 500 рублей самый дорогой билет. Но я с этого ни копейки не получу. Но сейчас, может, на два билета-то и натянем. Может быть. Может быть. Имя древнегреческого бога. Море. С вот этим будет... Очень похоже, кстати. Внешне. С чего решил отпустить такую бороденку? Ну, это просто... Я решил попробовать на это лето вот так вот. Подлиннее. Ну, хорошо. Вот. Посидон. Посидон. Это круто. Это круто. Ты молодец, Миша. Ты молодец. Четвертый вопрос. И без единой подсказки мы движемся, крутимся, вертимся. Какая знаменитая крепость и бывший королевский дворец расположены в центре Парижа, Франции? Так. Сложно. Вот... Это просто. Это просто. Пам-пам-пам-пам-пам. Накидывай варианты. Можешь сказать, их около ста штук. Время есть. Я... Смотри, я знаю, что Лувр есть как бы в центре. А больше нам ничего не надо. Это он есть? Это он и есть! Вопрос. Финаль. Ле шанс финаль. В какой стране в 18 веке началась промышленная революция? В какой стране в 18 веке началась промышленная революция? Я уверен, ты ответишь без подсказки. 18 век. Поглядев на них, в то время Россия тоже начала всякие промышленные революции. Ну, не то чтобы революции, а как называется это, когда перетрубаться-то происходит? Реформы, да? Реформы. Реформы. Поглазели что-то зенками. Ну, кажется, кажется. Я-то всю эту херню мало знаю. Да я тоже начинаю сомневаться, слушай. Женю очень. Говори, говори, говори. Ну, в Европе кто у нас что-то? Понятно дело, это... Ну, нужно понять, что это главные державы. Правильно ли я тебя понимаю? Ну, там серьезно все, конечно. Ну, почему-то на языки вертится, если это связано с промышленным, вот с промышленным. Давай вот так вот посмотрим, 18 век, фильмы какие-нибудь вспомним. Где там вот все вот у них, что-то вот у них трубы постоянно, что-то кипят, горят, заводы, заводы постоянно. Где это? Если вот... Ну, это за океаном? Нет, извините. А, Европа, Европа. Точно, что я. Так, так, так. Так, я просто вот думаю, это связано с прошлым вопросом, с этой страной или нет? Нет, это в Европе. В Европе. В какой стране, в какой стране была промышленная революция в 18 веке? Еще раз посмотрю, правильно ли я тебе говорю. В 18 век началась промышленная революция. Что подразумевается под промышленной революцией, как бы, я, если честно, не в доме. Плохо ли это хорошо? Промышленная революция, это имеется в виду, что возникают всякие новые производства в стране. И за счет этого страна увеличивает свои объемы. Я-то думал, революция, прям в 17 году. Не-не-не-не. Ой, конечно, какой же я немножко глупый человек. Ой, пришел, посмотрите. Пришел. Зайди к нам в кадр, поздоровайся. Поздоровайся. Ой, что снимаешь? Вот вон случайность. Я просто в инстаграме сказал, что я снимаю. Здорово, Адин. Салам. Привет. Ну иди пока, посмотри, как мы в кадре выглядим. Давай, братишка. Я хотел бы уточнить, но чисто так. Давай, давай, давай. А какие подсказки бывают? Подсказки бывают разные. Например, я могу подсказать, типа, Великобритания. Понимаешь? Ну, это одна из подсказок. Я понял. Я пойду, наверное, второй раз. Так, может быть, ты снимешься, еще раз ты здесь минимум проходил? У меня социология была в городе. А ничего страшного? Ничего страшного. Ну, как хочешь, Адин, я не знаю. Если бы ты остался, было прикольно. Так, ну, я говорю, вот такие подсказки бывают. Я понял. Ну, типа, Великобритания. Понял, да? Я понял. Ну, я, короче, думаю, что это может быть... А если ошибусь, что будет? Ничего не будет. Ничего не будет? Да, будет только зашибись. Зашибись? Восемнадцатаяк. Ну, давай, короче, наугад я бахну. Как есть. Великобритания. Великобритания? Что? Великобритания. Великобритания! Браво! Это победа. Да ты молодец, господи. Уй, ты смей с этой Великобритании. Ты красава. Вот тебе колбаса, и туда приветы передавай. Что-нибудь скажи людям, просто людям скажи. Нас увидит около триллиарда человек по всей планете. Вот это идеально. Я почти самый популярный блогер. Евгений, во-первых, хочу сказать тебе спасибо. Спасибо. Потому что я тебя мельком видел, но никак не ожидал, что окажусь именно вот там, ребят. Вот. Всего лишь тысяча рублей, всего лишь. Ну, они мне помогут, скажу вам сразу же. Да? Евгений, от души тебе, реально, честно. От души, от души тебе, брат. Я рад? Привет кому-то закинь. Да, естественно, ребят. Естественно, ребят. Всем, кто смотрит, передаю привет. Кто меня узнал, передаю привет. Передаю городу Санкт-Петербургу. Ребята, все просвещайтесь, обучайтесь. И ищите всегда что-то новое в своей жизни. Потому что непонятно, в какой момент ты вот повернешь, идешь. Я вот шел в другую сторону. Я повернул налево, и меня встретил Евгений. Вот никогда не знаешь. Поэтому всегда, люди, будьте открыты новому. И старайтесь учиться. Ведь жизнь для этого и дана. Сейчас заплачу. Золотые слова. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Давай, Миша, пока. Очень рад, ты прям как дружище, брат. Спасибо тебе. Смотри наш канал дурацкий. Спасибо. Везде, как говорится. В Нуме мы есть. Вот сейчас вот Адиль подойдет, он будет только в Нуме. Адиль, иди сюда. Иди сюда, братишка. Все, Мишан, если ты бежишь, пока. Все. Я тогда сейчас еще подойду. Давай, давай. Я здесь, да, поспасусь. Адиль, иди сюда. Ой, Миш, посмотри, пожалуйста, мы в кадре нормально выглядим. Башка его влезает. Идеально. Идеально, да. Все, Мишань, спасибо тебе большое. Здорово. Здорово. А ты реально проходил мимо? Да. Сфитология, да. А, нифига себе. Слушай, сумка классная у тебя, а? Спасибо. Классный чувак подарил. Короче говоря, дело в том, что в Нуме есть тоже канал, где есть видосы такие, которых нигде в других местах нету. И поэтому, если вы хотите посмотреть, как мы сейчас пообщаемся с Адилем, как он поотвечает на вопросы, то, ребята, не здесь. Это будет в Нуме. В Нуме, новая моя социальная сеть, прям моя. Всех нас социальная сеть новая, а там канал у меня есть, где будут видосы, где только там. В описании есть ссылка. Адьос, Омегус. Поэтому всем Нум. Давайте, ребята, пока. А здесь продолжение банкета. Сейчас будет другой персонаж. Я не знаю, какой. А там Адиль. Вот все. Да, хочешь, объяснили вам всем. В описании ссылка. Все, погнали, брат. Мы классно стоим. Да. Там рек, да, все идет, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Это передача «Допросы за бабос». Здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, немножко о себе. Ну, я работаю проводником. Я из Новосибирска. Проводником? Чего проводником? Что проводите, Ирина? Провожу пассажиров из точки А в точку Б. И приятно проводите время в этот момент? Смотря как и человек. Все зависит от пассажиров. Да. А пассажиры-то бывают разные. Да. Какие самые такие неприятные пассажиры попадались на этом производстве? Москвичи. Москвичи, да? Противные. В основном все же ведь провинциалы, знаешь. А поживут три годика, все уже под хохломом ходят, знаешь. Да, да, да. На гламуре и все дела. Вонючки. У нас в целом так же. Я вот учился в одной путяге, и туда много приезжало ленобластных. Первый год такие приятные, прям, знаешь, прям вот хорошенькие. А потом все припудренные, намудренные. А сейчас кто? Под хохломом сразу же. Так, мы точно по центру, да? Первый вопрос. Какова сумма углов в треугольнике? Сто восемьдесят градусов. То есть ты готова без подсказок отвечать на вопросы? Ну да, треугольник там же, они все по шестьдесят идут. Ну это небольшое, так себе, браво. Вопрос-то простой, как бы, да? Напоминаю, что без подсказок тысяча рублей, с подсказками всего лишь пятьсот рублей. Такие у нас призы сегодня. Как звали женщину из греческого мифологии, у которой вместо волос были змеи? Гаргона. Веду за гаргона. И это правильный ответ. Единица измерения какой величины является ньютон? Сила, наверное. Наверное, сила. Ну, ньютон. Да силы. Сила, да. Сила, конечно, все. Силы, силы. Великобритания состоит из следующих стран. О, это тут поинтереснее. Англия, Шотландия, Северная Ирландия и... Прикинь. Ты прикинь. А ты знала? Я, наверное, не знала. Я думал, Шотландия – это отдельная история. Ну да. Оказывается, это вот все Великобритания. Все в одно записано. Представляешь? Будем знать теперь. То есть, Великобритания – это Англия, Шотландия, Северная Ирландия. По поводу Южной я не знаю вообще ничего, Ирландия. Мы тоже есть. Может, такого и не бывает. Может, просто... Я знал просто Ирландию всю жизнь. Что это? Кто это придумал вопрос вообще? Если Северная, то есть и Южная, наверное, Ирландия. Нет, нет, нет. Нет, там что-то другое. На буковку У. Неприметное название. Неприметное. Да вообще. Нет, я тебе серьезно говорю. Я вот, честно говоря, вот это У, вот это вот даже Э, вот это я даже не знаю. У Э. Представляешь, что И У Э. Вот ты знала какую-нибудь на У Э? Уэйн какой-нибудь? Уэйн. А кто у нас Уэйн? Это же этот? Такого. Дэдпул Уэйн, нет? Нет, нет, нет. По-другому узнают? Сериал какой-то, по-моему, такой есть. Йоу. Какие странные люди ходят в Фесс порой. Нет, я не скажу, но это... Да? Уэйль. Уэйль. Уэйль? Уэйль. Уэйльс. Уэйльс? Уэйльс. Уэйльс. Ну вот, вот такая вот сложная передача. Да. Вначале это все так легко. Вначале было все очень легко. Ну, тогда бери в руки микрофон и кому-нибудь привет передавай. Я передаю привет всем, кого я знаю, кого, возможно, не знаю. Все, всем пока. А, передаю привет своей лучшей подружке. Лизе, которая стоит сейчас за камерой. И Арине, которая сейчас находится дома. Ну, ты неплохо отвечала. Держи ты щемку. Ой, спасибо. Да шутся не с этим Уэйльсом. Господи. Уэйльс это был лишний вопрос. Это было лишнее вообще в этой передаче. Значит, фу, фу, на все на это. Все, спасибо тебе большое. Спасибо. Пока. Обнимемся? Обязательно. Обязательно. А как теперь найти-то вас? Негодяй ТВ везде ищи. Но в Нуме будет эксклюзив. Возможно, ты будешь в Нуме в этом. Да, разуме. Кстати. Я пока еще не решил. Все, пока. Пока. Дорогие друзья, если вы хотите смотреть побольше всего этого, видосов этих побольше, то в Нуме все. Все в Нуме. В Нуме то, чего нигде больше никогда не будет в жизни, понимаете. Там такое, что такого даже и нету нигде. В описании есть продолжение банкета, которое будет в Нуме. Да. Сколько народу. Что еще? У меня есть телеграмм. Телеграмм только для родненьких душ. Если подписался, все, это уже навсегда. Отписываться не рекомендуется никому. Кто подписался, а потом понял, что надо отписываться, те мудаки и шаболды. Да, грубовато. Немножко грубовато. Я могу себе такое позволить. Ибо 5 октября будет юмор, в котором я тоже буду принимать участие. Миниатюры будут показывать разные команды. И я тоже буду показывать миниатюру с товарищем, с Лешей Чивкиным. Мы будем шутить. И для тех людей, у которых есть обалденное чувство юмора, конечно, вам будет смешно. Если чувство юмора у вас так себе, то тоже будет смешно, потому что помимо нас еще будут выступать другие команды. Все, спасибо всем мир обязательно. Всего доброго. До свидания. 32. Зуба. Зуба, да, зуба. Ребер 24. 10 с одной. 14 с другой. Ребят Baru. Энгоп. Продолжение следует. высоких. Ив! С другой. СООЛЬМОЛЬНЫЕ confident. Ив! Безусюмора. Безус. Ив régμα с ним. Спetz Shawn. Безус. Это шаг. Безус. Продолжение следует...